Тем временем на Донбассе восстанавливают разрушенную инфраструктуру. Школьное перемирие вполне можно назвать ремонтным. На фронте сейчас действительно стреляют меньше. Конечно же, противник постоянно провоцирует. Открывают огонь и по нашим позициям, особенно горячо возле Авдеевки и Марьинки. Но массированных атак нет, а значит, появилась возможность немного отремонтировать разрушенное. Ну, правда, ремонтные работы больше напоминают военные операции. Одну из них видел и наш Геннадий Вивденко. Что происходит на передовой и в прифронтовых городах в его материале? По всей линии фронта сейчас неспокойно. В Авдеевке погиб украинский боец. Первый по официальным данным после начала школьного перемирия. Кажется, противник играет в поддавки. Ночью враг под Авдеевкой провоцирует и ждет ответного огня. В целом оккупанты, можно сказать, придерживаются школьного перемирия. Ночью автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы или стрелковое вооружение. Но бойцы на фронте считают, что это практически тишина. Бойцы под Маринкой во всей готовности ждут обстрелов в любой момент, несмотря на затишки. Уверяют, в рядах оккупантов смятение. Ослабление противника связано с тем, что у них творится там в их рядах. Потому что если просто взять, зайти в соцсети, в интернет и посмотреть, что они сами о себе пишут. Демотивированы? Да, они достаточно демотивированно относятся к тому, что сейчас происходит. Их там всякие всевозможные посты о том, что они хотят изменить что-то там типа у себя, но у них не получается, и у них опускаются руки. Эти гусеницы едут по улицам Краматорска. Но это не танки и БМП, а огромный ремонтный агрегат, дорожная фреза. На украинской стороне рук не опускают. И перемирие используют для восстановления разрушенных дорог. Да, работы хватает. Работы много, делается, мотягонько. И Краматорск, и Славянск, ну и такие города. Все понемногу. На донбасские трассы выделяют миллионы государственных гривен. Частично восстановлена дорога Славянск-Бахмут, Краматорск-Покровск. Свежий асфальт появляется и на центральных улицах крупных прифронтовых городов. Дороги нужно ремонтировать. Когда это в последний раз делалось? Очень давно. Это фронтовой Торецк. Ремонтники уже неделю тут работают. Чинят ключевой водопровод, который идет из оккупированной Горловки. И сейчас готовятся к выезду. Наград не ждут. А вы не посмертны? Не. Ту-ту-ту. Как вам не боитесь ехать на ту сторону? А что бояться? Красный крест, саперы впереди. Так что там бояться? Не первый раз. Анатолий Степанович который раз латает в адамагистраль после обстрелов боевиков. Куалдометром работаете? Конечно. Ну конечно. Без этого вы не забьете. Отверстие не забьешь. Без куалдометром. В ремонтной группе и представители международных организаций и саперы. Это серая зона. Вы будете работать практически вот так вот недалеко от сепаров. С вами Красный крест сегодня. Завтра еще будет наглядовая миссия ООН. У БСЕ там стоят. Ну как бы они тут для красоты. Красный крест. Вот старший. Да. Вот старший он. На воду шоу. Нас попросили присутствовать здесь. Вот нейтральная организация. Чтобы. Я не знаю. Это как учитель в классе. Все дети ведут себя хорошо. Бригаду прикрывают соседние высоты опытные военные. Мысль только одна. Территория наша. Мы почему-то просим. Поэтому нужно возвращаться на свои места. На законные свои места. Мы дома. И мы защищаем свою страну. К сожалению. От противника. Которая наша земля и стая диктует нам усвоя. Ну все изменится. Будем не давать мы свои усвоя на своей стране. За неделю работ в Торецк уже полностью возобновили довоенный объем подачи воды. Угрозы гуманитарной катастрофы уже нет. Но нужно заменить почти полкилометра прогнившего трубопровода накануне зимы. Для полноценного отопления города. А для этого нужен месяц тишины. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности недели. Телеканал Интер из Донецкой области. О тишине на Донбассе на этой неделе говорили необычно много. И во всех ключевых столицах. Миротворцы. Это слово опять стало главным в контексте продолжающейся войны на востоке Украины. Еще два года назад представители Украины выступили с предложением направить в зону войны на Донбасс международный миротворческий контингент. И только на этой неделе впервые некое согласие с миротворцами выразили россияне. Так вот, по их логике, миротворцы должны почему-то только охранять наблюдателей из ОБСЕ. А размещаться не по всей территории Донбасса и не на государственной границе между Украиной и Россией, а только по линии соприкосновения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров даже специально уточнил, после бури обсуждений в Москве не считают, что нужна именно миссия ООН. Попробуем сегодня разобраться, можно ли из вот такой позиции России выжать приемлемый для нашей страны и для друзей Украины на Западе вариант размещения миротворцев. Начнем с Соединенных Штатов. Что говорят в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН об отправке миротворцев на Донбасс? И прочитали ли уже спешно подготовленный российский проект резолюции Совбеза ООН по этой теме узнавал Дмитрий Анопченко. Стоило только в кулуарах этого здания появиться российскому проекту резолюции о миротворцах для Донбасса, как СМИ мгновенно разогнали волну предположений. Все обсуждали условия России, все гадали о последствиях, не задумываясь, есть ли вообще шанс у этого документа. Уже прошли первые консультации на уровне экспертов, и они показали вопросов к российским идеям так много, что Киеву даже нет смысла вносить свои правки. Документ просто не пройдет. Мне подобаются такие выстрелы. Попали в штаб. Почему? Потому что в том выгляде, в котором эта резолюция внесена, она не имеет никакого шанса быть схвалена. И питание не только в позиции Украины, а в том, что за такими элементарными подрахунками наших партнеров, даже тех, кто не абсолютно нас поддерживает в ради безопасности, а так ситуативно, эта резолюция не наберет даже девяти голосов. Я уже не скажу про ВЕНТО, в которой есть еще четыре Украинки на Российской Федерации. Так что шансов у этого документа нет. Сотрудники здешнего секретариата, впервые увидев российский проект, удивились. Говорят, слишком уж непрофессионально подготовлен. Мол, одно только предложение, чтобы голубые каски ООН охраняли сотрудников ОБСЕ, чего стоит. Или идея, чтобы миротворческую миссию с главарями ДНР-ЛНР согласовывали. Ну, кто захочет создать опасный прецедент? И конфликтных пунктов в российских предложениях настолько много, что обсуждать их можно долго. Миссия ООН має бути разгорнута в первую очередь на российско-украинском государственном кордоне, а не на лінії розведения чи дотику. По-друге, мандат цією операции ООН має охоплювати всю территорию Донбасу, в первую очередь в окупованную частину, а в идеале и всю территорию. Сили ООН, звичайно, можуть знаходитися и на лінії розведения, але це не першочергове місце. Перше місце – це кордон, з якого всі проблеми почалися в 2014 році. Далі, який би не був склад майбутній ойнівських сил, якщо вони будуть на Донбасі, ми там будь-яку участь в Росію виключаємо. Направить на Донбас миротворців – эту идею в Україні многие политики считають реальной возможностью остановити войну. Первое письмо с такой просьбой к Генетеку ООН направили 2,5 года назад. Но Россия прямо давала понять – даже не выносите решение в Совбез, все равно наложим вето. Почему же резолюция России появилась именно сейчас? У тех, кто давно работает в ООН и изнутри знает, как действует эта организация, есть несколько версий. Одна – мол, дипломаты действительно отработали команду из Москвы, как в старой шутке – то, с чем не можешь справиться, нужно возглавить, чтобы потом развалить. Но в этом случае непонятно, почему в резолюции содержится так много противоречивых и заведомо непроходных моментов. Есть и другая версия – мол, этот документ исключительно для внутреннего употребления в России, чтобы потом, когда он не пройдет, говорить на многочисленных ток-шоу и в теленовостях, говорить на все голоса, мол, мы сделали, что могли, но никто не хочет урегулирования. Видите, нас же никто не поддержал. Как бы там ни было, шум вокруг идеи о миротворцах не похоронил ее. Наоборот, к ней появился интерес. И уже через неделю с небольшим, во время визита Петра Порошенко в Нью-Йорк, эта тема явно станет одной из самых обсуждаемых. Возможно, нет российской резолюции, ведь вовсе не означает, такого же нет украинской. То, что процесс уже начнется, это уже плюс. И я думаю, что еще один плюс, что наши партнеры, которые у нас поднимают, понимают, что действительно, может быть, такая присутствия вам нужна. Но какой будет формат, какой будет мандат, вот это вопрос номер один. А форматов существует множество. Наблюдательной миссии до миротворческой операции, когда из сотрудников ООН формируется переходное правительство, которое готовит оккупированную территорию к возвращению в состав страны. Такое в бывшей Югославии было. Многие видят здесь параллель. Но в случае с Украиной говорить об этом пока рано. Рано или нет, но начинать трудиться над реальным воплощением идеи о миротворцах нужно уже сейчас. Чтобы в итоге было принято выгодное для Украины решение. И в первую очередь трудиться придется украинским дипломатам. Также Константину Елисееву, заместителю главы администрации президента Украины и неформальному куратору внешней политики нашего государства. Теперь у нас есть возможность задать ему вопросы непосредственно. Константин Петрович, приветствую вас. Скажите, вот россияне уже отправили свой проект резолюции по миротворцам Совбез ООН. Готовится ли украинский проект резолюции по миротворцам для Донбасса? Или наши дипломаты попытаются внести нужные изменения в российский проект? Действительно, свою резолюцию украинская сторона еще передала в 2016 году партнерам по Радиобеспеки. На жаль, на той час вона не вызвала, соответственно, реакции от партнеров, оскільки Российская Федерація заняла негативистскую позицию. Звичайно, за дорученням президента оновленный проект резолюции был буквально несколько дней тому передан партнером по Радиобеспеки. Звичайно, мы готовы дальше працювать. Дуже добре, что на сегодня Украина является членом Радиобеспеки ООН. Звичайно, очень важно, что ближайшие дни президент поедет до Нью-Йорка, где возьмет участь как в заседании Геннадсамблеи ООН, так и в саммите Радиобеспеки ООН, на который президент Украины запрошен. Но вот если говорить о цене такой миротворческой миссии, то кто вообще может заплатить за нее? Тут ведь идет речь о размещении, функционировании. Как это может работать? Это абсолютно стала нормальной практикой. Вы знаете, что в рамках ООН есть два уровня бюджета. Один регулярный бюджет, который, власне, используется на функционирование самой ООН и Секретариата. А есть бюджет на так называемые миротворческие операции. Это отдельный бюджет, который вносят, делают в несок все страны-члены. И, конечно, именно из этого бюджета на писькипинг операции, на миротворческие операции, будет действовать финансирование будущей, возможно, миротворческой операции на территории Донбасса. Понятно, хорошо. Вот если говорить о сроках теперь, то каков ваш прогноз? За какое время можно согласовать ключевые условия и договориться о направлении миротворцев на Донбасс? О неделях речь идет, месяцах или годах? Ну, конечно, я понимаю чисто по-людски нетерпение многих, чтобы, как можно скорее, разместить миротворцев. Мы также желаем это, но кроме желания, есть реальные возможности. А реальность на сегодня така, что это займет даже не неделю, а месяц ускорения мандата и размещения безусловно миротворцев. Как правило, это займа, может зайняться, снова-таки, я не хотел бы бегать вперед, но, судячи с практики, не менее шести месяцев от момента ухваления решения до повноценного разгортания миротворческой операции. Потому что, как я уже сказал, есть определенные этапы, которые включают, начиная от направления оценочной миссии, и продолжая, например, направление передовой группы, которая будет формировать всякие логистические, приятные условия для размещения миротворцев, и которая будет включать, например, запись до всех стран-членов ООН на предмет надания миротворцев, которые будут включать, в частности, и, безусловно, доставку этих миротворцев, доставку обладания, техники, и поэтому это займет, звичайно, певные месяцы. Но, звичайно, лучше начинать уже, какого-то скорейше, чтобы сэкономить этот час. Но, снова-таки, достаточно быстро это не будет, нужно набраться терпения. Ну что ж, будем надеяться, что эта работа все-таки завершится успешно. Константин Елисеев, замглавной администрации президента Украины и неформальный куратор внешней политики нашего государства, отвечал на мои вопросы. Продолжение следует...